Всем привет! Как дела? Как настроение? Как выходные проводите? У меня все прекрасно, все хорошо. Погода просто замечательная. За окном плюс 5. Весна! Ну, наконец-то закончилась зима. Конечно, я зиму люблю, но, сами понимаете, весна немножко осталась, а потом лето. Ох, красота! Наконец-то мы эти все тулупы, шубы, шапки все скинули. Ой, прекрасно! Ну, наверное, я сегодня начну с поздравлений. Хочу, во-первых, передать огромный-огромный привет от себя лично Александру Семакину. Также вас хочу поздравить, Александр, с приобретением автомобиля. Это, мне кажется, замечательно такое событие. Поздравляю вас, что вы исполнили свою мечту. Спасибо вам огромное, что вы меня всегда смотрите, поддержите. Огромное вам спасибо. Также хочу поздравить Антона Павловича Шпак с юбилеем. Антон Павлович, я вас поздравляю с этим замечательным событием. Хочу, наверное, прежде всего вам пожелать счастья, здоровья, любви, всего вам самого хорошего, чтобы всегда вас окружали любящие вас родные. Также вам передаю огромный-огромный привет от себя лично. Также хочу еще поздравить Дениса Сухачева с рождением сына Богдана. Денис, поздравляю тебя с рождением сына. Мне кажется, ни для кого не секрет, это всегда такой приятный момент, когда рождается ребенок. Потому что я сама мама, я понимаю, что это такое. Поздравляю тебя с этим событием. Хочу пожелать вашему малышу счастья, здоровья, чтобы он всегда рос здоровеньким, всегда вас радовал. Ну, естественно, сами понимаете, чтобы у вас все было благополучно в семье. Потому что материальная поддержка в нашей жизни, это прежде всего зависит от нас, от родителей. И сами понимаете, что в нашей жизни сейчас воспитать ребеночка, это все финансовые, как говорится, затраты. И сами понимаете, что они маленькие. Поэтому, чтобы все у вас было хорошо, чтобы все вам давалось легко. Также от меня лично вам огромный-огромный привет. Спасибо вам всем, что вы меня смотрите и поддерживаете. Ну, а сейчас, наверное, анекдотик. Поэтому усаживайтесь на диванчике, берите с собой чай, кофе, лимонад, кто что любит. Поднимайте большие пальчики вверх. И поехали! Идет беременная крестьянка по полю, а навстречу ей поп. И говорит, знаешь ли ты, раба божья, что у тебя ребенок не в том положении. Она, ой, а что же мне с этим делать? Пойдем со мной за уголок. Сейчас все сделаем, выпрямим. Завел она из-за уголок, поставила раком. И давай черепонька. Пришла она домой, рассказала все мужу. Муж говорит, дура ты, ну поимел он тебя, и все. Разозлился муж, пошел к попу. Приходит, а поп на колокольне и говорит, слушай, есть у тебя рожь. Я тебе в два раза больше отдам. Дай мне, пожалуйста, в долг. Он, да есть, иди, сходи домой, там моя попадя, и попроси у нее, она тебе даст. Приходит он к попаде и говорит, слушай, мне твой-то сказал, что ты мне дашь. Она, да не может быть такого. Сама не повернула, выходит и спрашивает, слушай, ну что дать? Он, дай, дай. Становится она раком. И давай он ее черепонькать, черепонькать. Попа, ты все увидел, говорит, дура ты, ржи. Она так поднимает голову. Иго-го, иго-го. Девушки отдыхают.